Универньюз приветствует всех, кто находится по ту сторону экрана. С вами Аделья Шамилова. Сегодня в выпуске. Казанский федеральный посетил посол Польши в России. В рамках визита состоялась открытая лекция на польском языке, участие в которой приняли не только студенты, но и преподаватели университета. Завершился визит встречи с ректором Казанского университета. Подробности состоявшегося визита мы расскажем вам уже в следующем выпуске. А теперь к другим новостям. Школьники в возрасте до 15 лет соревнуются в решении задач по информатике. Международная школа ICI Junior стартовала в КФУ. Анна Глазунова пообщалась с участниками из разных стран. Впервые в Казанском федеральном университете проходит летняя международная школа информатики Junior ICI Junior. Для того, чтобы принять участие сюда приехали более 40 школьников из Китая, Нидерландов, Болгарии и 20 субъектов Российской Федерации. Это учащиеся в возрасте до 15 лет, показывающие лучшие результаты по информатике. Чтобы получать золотые медали и становиться чемпионами на международной олимпиаде по информатике, для этого нужно не в девятом классе начинать работать с детьми, а начиная уже с начальной школы. Международная школа юниоров проходит на базе IT-лицея и высшей школы IT с Казанского федерального университета. Здесь школьники находятся со своими педагогами. Тренер команды из Нидерландов Илья Ким Шридверс приехал с двумя участниками. Именно они прошли отборы 150 желающих и были лучшими. Все задания решаются с использованием компьютера на одном из языков программирования. Это Pascal, C++ и другие. Все задачи готовятся педагогам из разных стран для того, чтобы процесс решения сделать еще более интересным и увлекательным. Когда появляются задачи из других стран, то понятно, что там они построены совершенно на другой основе. Уровень сложности у них достаточно тоже высокий. Но тем не менее, вот за счет разнообразия мы говорим о том, что это очень полезно будет при подготовке ребят. Всех участников объединила любовь к информатике и желание проверить свои знания. Несмотря на свой юный возраст, участник из Китая Хау Тян Юань занимается информатикой уже с 10 лет. В конце работы школы юниоров пройдет тур за европейско-азиатские кубы, где будут выбраны три победителя. Завершится Международная школа информатики юниор 3 июля. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз. Как лучше всего обучить студента корейскому языку, культуре и истории? Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи 10 стран приехали в КФУ на семинар по краеведению. Подробности в следующем сюжете. В Институте международных отношений Казанского федерального университета проводится 6-й международный научно-практический семинар по корееведению. Организатором выступил Центр исследований Кореи КФУ. С приветственным словом на мероприятии выступил директор института Рамиль Хайруддинов. Сегодня Казанский университет, институт международных отношений, действительно очень серьезно и глубоко развивает штоковедное направление. Мы динамично развиваемся в отношении изучения истории, культуры, языка нашего друг друга, партнера корейского народа. Участниками семинара стали исследователи из России, Южной Кореи, Китая, Чехии и других стран. Главным вопросом стали учебные программы по корееведению в различных государствах, а также возможности для модернизации процесса обучения. Семинар продлится до 27 июня. Артем Тупичкин, Леонард Довлетяров, Универньюз. В Министерстве по делам молодежи и спорта Республики Татарстан прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров спартакиады высших учебных заведений. О том, какое же место заняла команда Казанского федерального университета, смотри далее. 22 июня в Министерстве по делам молодежи и спорта стояла стажерственная церемония награждения победителей и призеров спартакиады вузов Республики Татарстан. Команда КФУ завоевала первое место по итогам спартакиады вузов Татарстана. Победителей турнира наградил в Казани президент ФИСУ Олег Матыцын и глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов. От Казанского федерального университета диплом за первое место в общекомандном зачете спартакиады вузов Республики Татарстан получал начальник отдела физкультурно-массовые и спортивные работы Алексей Ливанов. Завершил спартакиады вузов Республики Татарстан. Наш университет в этом году добился высоких результатов, шагнул вперед и заявил заслуженное первое место. Спартакиада проводилась по 31 виду спорта. В большинстве из видов наш университет занимал стабильные футболы места. Итог спартакиады закономерно. Наши студенты и наш университет добился первого места. Представители КФУ были также отмечены по итогам соревнований студенческих спортивных лиг по баскетболу, волейболу, футболу, хоккею, шайбе. В частности, команда Елабужского института КФУ первенствовала в женской баскетбольной лиге. А на береже Челнинского института Казанского университета в соревнованиях волейболистов. Диана Шилова, Льнард Влетьяров, Универньюз. Столкновение Земли с небесными телами является одной из главных угроз человечеству. В преддверии Международного дня астероида нам удалось выяснить, чем угрожают неопасные астероиды и какие исследования проводят астрономы Казанского университета. Подробности прямо сейчас. Последний день июня во всем мире признан Международным днем астероида. Дата выбрана не случайно. 110 лет назад над Сибирью взорвался Тунгусский метеорит. К слову, столкновение Земли с малыми небесными телами, которых на просторах нашей Солнечной системы обнаружено уже более 600 тысяч, является одной из главных угроз человечеству. Потенциально опасным считаются объекты диаметром более 100 метров, изучением которых детально занимаются астрономы Казанского федерального университета. 100-метровые астероиды могут причинить огромные разрушения, аналогичные последствиям ядерной бомбардировки. Как раз мы работаем над тем, как определить, из каких тел, то есть там же вот эти вот тоже, те же самые астероиды, которые уже в полуразрушенном состоянии находятся, они находятся в каком-то таком вот потоке, в общем. И, соответственно, мы хотим вот узнать, от какого тела произошли вот эти вот метеорные потоки. К исследуемым астрономами КФУ Малым Небесным Объектам относится и так называемый Тунгусский метеорит. Одной из версий ученых является гипотеза, что это было небесное тело кометного происхождения размером около 50 метров. После его взрыва около поверхности Земли не удалось обнаружить никаких воронок и осколков. Этот факт породил целый ряд экзотических гипотез. Встреча с телом из антивещества, небольшой черной дырой, взрыв летающей тарелки и тому подобное. Здесь самое главное заключается в том, что, видимо, это какая-то связь есть, допустим, с челябинским телом. То есть, действительно, там тоже взрыв был из-за того, что считается, в общем-то, это тело было из подобного льда вещества. То же самое, может быть, это связано также и с взрывом Тунгусского метеорита, потому что взрыв был в воздухе, и на Земле ничего не было найдено. Но я еще раз говорю, Тунгусский метеорит — это не какое-то отдельное явление, это просто вот феномен. По словам Юрия Нефедева, Земля, как и другие планеты, регулярно испытывает столкновения с космическими телами. На поверхности нашей планеты сохранилось не менее 130 кратеров диаметром до 300 километров, имеющих различный возраст. Чтобы своевременно обнаружить угрожающие нашей планете космические объекты и предотвратить массовую гибель людей, астрономы осуществляют непрерывный мониторинг небесной сферы. У Казанского федерального университета есть астрономический комплекс широкоугольного мониторинга с субсекундным временным разрешением, созданный для обнаружения классификации и исследования переменных в пространстве и во времени источников оптического излучения на околоземном расстоянии нашей галактике и за ее пределами. Эта уникальная система способна зафиксировать все космические тела, которые представляют угрозу, в том числе внезапно появившихся, такие как метеорит Челябинск. Аделя Шамилова, Универ Ньюс. На этом все на сегодня. Не забывайте следить за нами в социальных сетях, чтобы узнавать обо всех событиях. Первыми с вами была Аделя Шамилова. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok